Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. 7 ноября в Самаре будет проводиться парад памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Как будет увековечена память Семена Чернецкого, дирижера оркестра военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года? Какие музыкальные произведения будут исполняться во время парада памяти? В нашей студии Вячеслав Варушилов, гвардии майор, главный военный дирижер Самарского гарнизона и Александр Назаренко, начальник Дома офицеров Самарского гарнизона. Вячеслав Анатольевич, Александр Александрович, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Рад вас видеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и с чего бы хотелось начать. Международный патриотический проект парад памяти посвящен памяти именно того легендарного парада 7 ноября 1941 года в нашем любимом городе, в городе Куйбышеве тогда, ныне Самара. И в эти же дни будет увековечена и память Семена Чернецкого, дирижера оркестра военного парада 7 ноября 1941 года. Вот кто этот человек? Давайте об этом поговорим. Почему нам важно его знать и важно его не забывать? Да, все верно. Действительно у нас состоится увековечивание памяти. Мы запланировали установку памятной доски Семену Александровичу Чернецкому. Это советский, выдающийся советский военный дирижер, основатель, организатор служебно-творческой деятельности военных оркестров Красной армии и флота, педагог, композитор. В числе композитора, который написал более 200 военных маршей. И, пожалуй, это самый исполняемый сейчас в войсках композитор среди военных оркестров. То есть это на сегодняшний день, на самом деле, с точки зрения творчества, если брать музыкальные части, то это человек, произведения которого до сих пор, спустя уже 70 с лишним лет, исполняются чаще всего. Я правильно понимаю? Более того, исполняется, пожалуй, в большем объеме, чем произведения других композиторов. Даже так. А вот если вспомнить его историю, вот я когда готовился к программе, что мне стало интересно, это ведь на самом деле был, ну, такой самый настоящий царский офицер. То есть он был выходец из такой, ну, царской военной, военно-музыкальной школы, военной школы. Я правильно говорю? Все правильно, да. Он из семьи, он родился 24 октября, кстати, в понедельник был его день рождения, 1881 года. Это когда еще была у нас русская императорская армия. В семье музыкант из Крипача родился. Семья была небогатая, много ему приходилось, много он повидал, приходилось много работать, но его всех с детства привлекала музыка. Он отучился по классу тромбона, но полное образование не удалось получить сразу, да, он был аккомпаниатором, приходилось как-то зарабатывать на жизнь. После, конечно же, он поступил в Петербургскую консерваторию, где уже прошел полный курс образования и стал уже достаточно таким серьезным музыкантом, после чего уже пошел работать в войска. С военными оркестрами он познакомился еще в раннем детстве, его брат был военным дирижером, вот сейчас скажу, значит, в 24-м Драгунском, позднее Гусарском, Лубенском полку. Он уже тогда познакомился с этой работой, ему тогда стало интересно и проявлял большой талант. Вот, сначала он-то был как помощник его, как музыкант, далее, потом он сам поступил на службу в 14-й оркестр 14-й артиллерийской бригады, расквартированной в Кишиневе. Вот, и он долгое время работал там концертмейстером до практически поступления в консерваторию Петербургскую. — То есть это, в принципе, человек, если я правильно понимаю, который, по большому счету, получил классическое царское музыкальное образование? — Консерваторское, скажем так. — Ну, консерваторское, да, да, да. — Александр Александрович, вот, кстати, вот интересно, вот с этой точки зрения, вот вы скажите, вот, ну, вот, насколько на тот момент это было сложно, вот, поступить в консерваторию, и насколько тогда это образование было, ну, я не знаю, важным, статусным? — Ну, конечно, это было очень статусным и важным, потому что оно позволяло по окончании получить офицерский чин, и в случае определенной удачи получить и дворянство. То есть, соответственно, человек переходил в другое сословие. То есть, конечно, бедному еврейскому парню это не сильно светило в тот момент, но такая возможность все-таки была. И это действительно давало определенные шансы подняться по карьерной лестнице, по служебной лестнице. Кроме того, все-таки образование, которое существовало тогда, особенно в рядах консерваторий, где было огромное количество гениальных очень профессионалов, композиторов, музыкантов, оно позволяло все-таки поддерживать очень высокий уровень образовательный среди музыкантов. Там делались очень хорошие оркестровки, то есть классы большие были по разным инструментам. И давало огромнейший опыт, который в последующем, если человек талантлив, а Семен Чернецкий, естественно, был очень талантлив, позволяло все-таки, мы будем слушать сейчас сегодня музыку. — Определенным оружием, да, определенным оружием, которым мог использовать как музыкант и создавать новые очень интересные произведения, чем вот и славен как раз именно наш лицо, о котором мы сейчас говорим, Семене Чернецким. — Вы знаете, я предлагаю вот сейчас как раз сделать паузу, давайте послушаем одно из произведений Семена Чернецкого, это исполняет оркестр, если я сейчас правильно произнесу, то значит правильно, если нет, поправьте меня, это 40-е годы, это годы войны, оркестр наркомата обороны, по-моему, так это называется. — Мало того, он создатель этого оркестра. — И вот как раз Семен Чернецкий создатель этого оркестра, и вот как тогда играла эта музыка, давайте послушаем. Семен Чернецкий создатель этого оркестра. Продолжение следует... — Семен Крестра. — И.С.емкин — Семен Крестра. — И.С.емкин — Субтитры делал DimaTorzok Ну вот мы послушали вот этот марш. Кстати, Вячеслав Анатольевич, а что звучало, сможете угадать сходу? Да, да, этот марш называется «Вхождение Красной Армии в Будапешт», написанный по случаю освобождения, вхождения в Будапешт. То есть тогда, насколько я помню, традиционно какие-то музыкальные произведения писались каким-то датам? Да, да, есть, например, к освобождению, к снятию блокады Ленинграда у нас написано «Марш стрелковых гвардейских дивизий». Есть интересное произведение, мы, кстати, его исполняем оркестром, называется «Марш родной Донбасс». Как родной Донбасс? Родной Донбасс, да. Сейчас заиграл новыми красками, я бы так сказал. Да, он был написан в 1944 году, «Вперед освобождение Украины от немецко-фашистских войск». Вот, и тоже интересно звучит. Очень интересен тем, что в трио «Марша» проходит старинная русская песня, авторство там спорно сейчас по ней ведется, называется «Зачем тебя, мой милый, я узнала». А еще многие знают эту песню, как «Я милого узнаю по походочке». Он носит брюки Галифе, то, что потом… Серые штаны. Серые штаны. Да, в оригинале. То есть это то, что… Да, в оригинале. Он не побоялся это вставить туда? Да, да, у него достаточно был такой решительный характер, и это не единственный случай, когда он показывал свой характер, причем на самом верху, на самых верхних эшелонах власти. И это сыграло роль положительного, можно сказать, в становлении военно-оркестровой службы в целом. А как он показывал свой характер на самых верхних эшелонах власти? Вот просто интересно, потому что, ну, есть такой, как бы, стереотип, что тогда показать свой характер было нельзя, это было чревато. Потому что, вот, ну, вертикаль власти и шаг вправо, шаг влево – это было опасно. Вот что он, например, мог себе позволить сделать? Ну, действительно, да, я тоже об этом много и слышал, и читал лично, и знаю, что многие на этом обжигались, ценой своей жизни даже. Ну, такие времена были. Но, например, в 37-м году, когда проходил очередной военный парад, Семен Чернецкий, по традиции всегда до 37-го года дирижер стоял спиной к оркестру и лицом к нашему политбюро, к нашему правительству, к уважаемому на тот момент. Ну, и сейчас оно уважаемое, в общем-то. – А как же он дирижировал тогда, простите? – Да, это было очень неудобно. Музыканты многие, оркестр был большой, музыкантам было не видно его, сбивались, ну, и качество исполнения очень сильно терялось. И в самый такой ответственный момент… – Я прошу прощения, просто вот я представил, вот вы бы смогли, например, дирижировать оркестром спиной к нему стоя, вы не пробовали вот такой эксперимент там, чтобы провести? – Он-то дирижировать-то смог бы, а вот музыкантам было очень тяжело понять, что дирижирует человек. – Да, 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 дирижировать, чтобы все это сработало в итоге. – Традиция с традицией, надо иногда их ломать. – Технически очень сложно, честно говоря, то есть, да, есть ряд произведений, такие как встречные марши, мы выходим из положения, ставим дублеров с тамбурмажорами, и они дублируют жесты дирижера там, по старшему тамбурмажористу, и вроде бы как темп держится, но заложить художественную мысль, да, кроме темпа, в произведении практически невозможно, дирижируя спиной к оркестру. Семен Чернецкий в сам парад, прям, никого не предупреждая, разворачивается лицом к оркестру и спиной к правительству, соответственно, начинает дирижировать, музыкантам становится гораздо понятней, качество звучания улучшается, все проблемные моменты сразу уходят, заканчивается аппарат, и наш уважаемый вождь трубочкой своей по трибуне постучал, сказал, Семен Александрович, как же так, ну, непорядок, что-то, ну, как-то вот так вот, гробовая тишина, на что Чернецкий ответил, я, говорит, целиком и полностью уважаю наше правительство, правительство, я очень люблю свою страну, Советский Союз, но я не имею никакого морального права дирижировать нашим правительством, я учился в музыке, и я должен дирижировать оркестром. Браво. Да. И что произошло после этого? Ну, Сталин сказал, что в этом есть доля правды, и сказал, что да, действительно, и с этих пор дирижер на параде при прохождении войск разворачивается спиной. Лицом к оркестру? Лицом к оркестру, спиной к правительству. И на законных основаниях? На законных основаниях дирижирует оркестром. Ну, кстати, я вот знаете, о чем подумал, вы же вот правильно сказали, Александр Александрович, он же ведь выходец из бедной еврейской семьи, и вот это вот остроумие на самом деле вот сказалось, потому что, ну, еще, наверное, когда он делал карьеру, он должен был быть смелым и остроумным, потому что он же служал гусарах, драгунах, и плюс тогда ведь, насколько я помню, если вспоминать историю, тогда же был ценз. Да, да, конечно, да. Еврейский ценз, он существовал тогда, и это накладывало определенные ограничения, в том числе, и мы и говорим, что поступление бедного еврейского парня в консерваторию, это был такой дань его таланту, только имея огромнейший талант, имея, можно было пробиться, ну, и, в общем-то, его организаторским способностям, что его заметили и все-таки взяли. Хотя и в русской императорской армии при всей ее сословной кастовости существовала лестница и для талантливых образованных людей из самых низов. То есть не было такого, что... Из любых национальностей, на самом деле. Так точно. На поле боя люди получали дворянство, получали, продвигались вверх и командовали, то есть вот у нас отличалось тем, что не было категоричного такого нет для талантливых людей из самых низов. Вот один из самородков – это Семен Чернецкий. Ну да, сделал блестящую карьеру, и он ее продолжил затем уже при советской власти, ведь что интересно и что важно. То есть его оценили, и ему дали для этого все возможности абсолютно. Ну, в 17-м году он перешел на сторону Красной Армии добровольно и занялся как раз организацией и непосредственным руководством оркестровой службы Красной Армии. И очень много сделал. Помимо его заслуг именно как композитора, как дирижера, у него очень большие заслуги именно как организатора. Потому что благодаря ему были созданы и военно-музыкальные школы, школы музыкальных воспитанников, так называемые, которые позволяли растить кадры для военных музыкантов. Это очень важно. Потому что гражданского музыканта очень трудно в такой оркестр вести. Есть специфика исполнения, есть специфика работы. Поэтому вот надо отдать должное ему то, что он, собственно говоря, своими руками создал эту службу. И вот мы недавно слушали марш, его исполнял образцовый оркестр Наркомата обороны. Вот именно его и создал Чернецкий. И долгие годы руководил этим оркестром. И этот оркестр был основным костяком исполнения всех парадов, работы на всех правительственных и торжественных мероприятиях. С большим успехом выступал в городе Москве. То есть и заслужил такую профессиональную уверенную славу. А, кстати, вот вы сказали по поводу его творческой работы. А сколько он всего примерно? Вот я, наверное, трудно посчитать, сколько всего он написал маршей. — Более двухсот военных маршей. — Более двухсот. — Да. Ну, то есть это по большому счету, я думаю, это сравнимо с любым, на самом деле, таким великим композитором. — Да. — Насколько я помню, под его руководством в годы войны только около пятисот маршей было создано. То есть марши создавались к любым значимым датам, которые... Они как бы восхваляли победу нашу, воодушевляли людей на дальнейшие подвиги. Поэтому он не один писал, вокруг него сложилась команда музыкантов, авторов, композиторов, которые тоже вместе с ним работали. И вот надо отдать должное ему, помимо всего прочего, и в организаторской работе, внимание, что он не только сам писал марши, но и заставлял, и вдохновлял других композиторов участвовать в этой работе. — Ну, в армии же, как это, не хочешь, не можешь научим, не хочешь заставим. Соответственно, командир сказал, надо написать марш, значит, марш будет написан. — Ему удавалось и гражданских привлекать. — Тем более, тем более. И, кстати, знаете, на что вот еще обратил внимание, когда готовился к программе, слушал его марши, там вот эти, скажем так, вот вы как музыкант мне сейчас, наверное, подскажете, вот эти нотки вот этой древолюционной музыки, они звучат, потому что вот я слушаю марш, и я понимаю, что под него гусары вот великолепно могли бы пройти. То есть это марш Красной Армии, но я понимаю, что выпустил гусар или драгун, и они бы прошли вот великолепно. — Ну, здесь, знаете, можно отметить, какой момент Красная Армия, когда она формировалась, да, это сейчас у нас нет техника, это БТР, танки, БМП, гусеничная, колесная техника. А Красная Армия, основной костяк был на лошадках, то есть и встречные марши, они тоже писались под лошадок, то есть два командира, один вот. Даже на параде победы, да, знаете, что Жуков был на лошади, вот, и поэтому и подходят очень сильно под гусар, знаем, что гусар это у нас легкая кавалерия, и, видимо, оттуда, как отсылка к тем своим, к службе в царской армии, вот он и пишет. Вот интересно, да, я уже упомянул песню «Я милого узнаю по походке», это тоже, это городской романс, и долгое время эти марши, эти романсы были запрещены, считались как пережитки прошлого, как буржуазная музыка, да. Ну да, да. Вот, и он все равно… Рискнул? Да, рискнул, он понимает, что в них есть интересная, какая заложена какая-то интересная мысль музыкальная. Людям он нравился в свое время, ну и к тому же тонкий одесский юмор, немножечко… Безусловно, да. Да, безусловно, он… Пикантности придавал. Да, да, то есть звучит вполне серьезный такой военный марш, который нравится любому там человеку, который… Который бодрит. Человеку, который занимался цензом, да, а тут раз, городской роман звучит. И вроде бы как в виде марша, и вычеркнуть его не вычеркнешь, интересно звучит, да, но в то же время немножко диссонирует как так, вот это же как в буржуазе, но с другой стороны марш. Вот, и тем самым он очень много таких произведений продвигал, насыщал свой марш такими произведениями, за что большое ему спасибо, донес до нас тоже наследие, которое незаконно, как это лучше сказать, незаслуженно пытались забыть. Вот, он это сохранил, донес до наших дней. Я предлагаю сейчас сделать еще одну паузу, давайте послушаем еще один марш этого замечательного композитора. КОНЕЦ 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 Вячеслав Анатольевич, что звучало, потому что вы специально не стали подписывать, это интересно. Это знаменитый марш Семена Чернецкого, называется «Марш гвардейцев-минометчиков». И почему именно минометчиков? Ну, посвятил гвардейцам. Нет, я имею в виду, почему, вот как вы угадали, как вы увидели? Ну, это, вот, что касается этого марша, это, пожалуй, их у него несколько, которые звучал марш Будапешт, в Хардине Красной Армии Будапешт, марш танкистов и марш гвардейцев-минометчиков, это, можно сказать, ну, одни из самых сложнейших маршек, которые были им написаны. И если военный оркестр играет какой-либо из этих маршей, то, значит, он достиг определенного мастерства. Это очень сложные марши. А что касается марша, да, хотелось бы сказать, слышали, да, что после проведения основной темы, когда второй раз учит основная тема, контрапунктом проходит музыкальная мысль, да, музыкальная тема, песни «Катюша». Услышали, да, все? Да, да. Вот, что дает нам отсылочку к гвардейской артиллерии. «Катюша» – это гвардейский миномет, да, как он называет. И вот эти удары, как раз, вот эти выстрелы. Акценты, да, это тоже. У него, у Чернецкого образная, очень образная музыка. Все, что он писал, и если, ну, примерно служил ты в армии, примерно понимаешь, да, о чем название марша, например, марш танкистов, вот прям прослеживается лязг гусениц танка Т-34. Да, да, в встречный марш танкистов, там есть выстрел танка. В марше гвардейцев-минометчиков мы слышим залпы, тоже есть определенные акценты. И, соответственно, песня «Катюша», она же тоже про знаменитую «Катюшу», да, знаете, что это наша реактивная система залпового огня, прародитель наших современных градов, ураганов и так далее, да. Все знаем, как гитлеровцы боялись, они называли это «сталинский орган», там, ну, самыми страшными словами, даже, по-моему, что, насколько я помню из истории, был даже ультиматум, сказал, если вы продолжите применять определенные снаряды определенного типа на «Катюшах», то мы применим химическое оружие, по-моему, термоснаряды, от которого просто, ну, земля выжигалась напрочь и обращала в бегство любую, там, самую страшную дивизию. Вот этому, соответственно, был посвящен вот этот марш. Вот скажите, у нас вот во время парада памяти, который предстоит 7 ноября, вот в ближайшее время, какие-то музыкальные произведения будут Семена Чернецкого исполняться и какие? Безусловно, безусловно. В том году у нас праздновался юбилей, да, парада, не парада, а Семена Чернецкого, но из-за пандемии, вы помните, что мы перенесли, отменили все празднования, и в этом году решено было и открытие памятной доски перенести на этот год и насытить репертуар парада тоже произведениями Семена Чернецкого. Начнем парад мы со встречного марша Красной Армии. Тоже встречный марш Красной Армии. Семена Чернецкого тоже сложнейшее произведение, но мы с ним справились, и слушатели услышат, зрители парада, и кто будет смотреть нас по телевидению, услышат этот марш. Далее обязательно сыграем марш Родной Донбасс. Это тоже замечательное произведение. Также еще планируется в завершении сыграть марш Слава Родине. Там основной темой в конце марша проходит песня из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». Тоже, кстати, опять отсылочка к тому самому его тонкому юмору, что вроде «Советское время», а музыка из оперы «Жизнь за царя». Ну, она немножко по-другому называлась в тот момент, но все примерно понимают. Иван Сусанин. Да, Иван Сусанин она называлась. Вот. А это, кстати, она была написана в тот период, когда в форму советской армии вели элементы обмундирования царской армии. Например, погоны вели. Вот. И это тоже немножко отразило всего творчества. Сыграло. Вот по поводу вековечения осталось совсем мало времени. Насколько я понимаю, ведь еще помимо памятной доски Семену Чернецкому будет установлена на областном доме офицеров еще и памятная доска Максима Пуркаева. Я правильно понимаю? Да, все верно. Генерал армии Пуркаева. 7-го числа в 10 часов 00. Открытие торжественной церемонии. Всех приглашали? Будет установлено две доски. Всех желающих, всех, кто хочет посмотреть. И командующему первым парадом, здесь у нас одним из самых важных парадов, 7 ноября 1941, генерал-лейтенанту Пуркаеву, в тот момент генерал-лейтенанту, командующему 3-й ударной армии, водрузившей последствия знамя победы над Рейстагом. Будет установлена памятная доска и величайшему военному композитору нашему, русскому, советскому, Семену Чернецкому тоже будет открыта доска. Когда к нам обратились представители общественности, РВИО, с предложением установить такие памятные доски на здание Дома офицеров нашего гарнизонного, естественно, мы пошли навстречу в этом вопросе. С радостью согласились. Мы считаем, что это будет еще один элемент поклонения, еще один элемент памяти, памяти исторической, помимо памяти о тех людях великих, которые были в Самаре здесь, работали, руководили, творили, еще и память о памятных историях в жизни Куйбышева, в жизни нашего города, нашей страны, в жизни Самары. К сожалению, время программы подошло к концу. Увидимся 7 ноября. На самом деле, очень интересные мероприятия предстоят. Приглашаю всех 7 ноября на Парад памяти. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok